друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено волнистым попугаем разберемся с вами такую тему многие спрашивают какого лучше взять попугая волнистого для приручения какой лучше там допустим с какого возраста надо брать как учить разговаривать сегодня немножечко мы с этом поговорим что смогу я вам подскажу такие на что самое главное надо обращать внимание ну а если у вас будут дополнительные вопросы вы всегда можете написать комментариях я с удовольствием отвечу так но немножечко раз вкратце объясню вообще что здесь происходит разводим волнистых попугаев или пытаемся развести вот таких домиках волнистый попугай откладывают яички и выводят потомство затем потомство значит птенец вырубляется после того как самочка сидит на яйцах 18-19 дней вырубляется птенчик и этот птенчик считается новорожденный с первого дня затем примерно 30 дней родители кормят птенчиков а только на 30 или допустим 33 30 но в общем после 30 дня птенцы становятся взросленькие и покидают гнездо все съем сейчас я вам покажу как выглядят птенцы которые покинули гнездо сейчас как раз у меня здесь к этому все подошло вот допустим двое сидят это этим уже 35 37 день и так сейчас я вам постараюсь по порядку все показать и рассказать значит птенцы вылетают из гнезда в возрасте 30 дней примерно плюс минус 2 дня затем примерно или хотя бы неделю родители должны покормить птенцов этот период очень важный у птенцов формируется желудочно-кишечный тракт пищеварение формируется если рано убрать пищеварение будет не очень сильным потому как бактерии полезные не до конца нам сформировались в течение недели тире 2 недель родители доформировывают пищеварительную систему птенцов и так можете в эти подробности не вдаваться в общем старайтесь приобрести птенцов для приручения для разговорной речи в возрасте минимум полтора месяца то есть младше нежелательно а максимум до где-то до полугода до 7 месяцев они легко очень приручаются и копируют человеческую речь значит признаки отличия вот многие говорят многие спрашивают вернее кто хочет приобрести попугайчик а вот там признаки допустим клювик должен быть черненький друзья черненький клювик это сугубо зависит от расцветки вот смотрите сейчас перед нами такой вот волнистый он как бы голубого цвета и в то же время это не классика голубого это сейчас вам покажу голубая классика вон он вон он карабкается видите у него брюшко голубое а спинка волны а вот это уже получается мутация ну тем не менее смотрите сейчас как раз они хорошо сидят вот у стенки у стенки возраст месяц мы будем говорить 35-36 дней обратите внимание у него абсолютно желтый клюв то есть никакого там черноты на клюве нет можно подумать что он старший или там взрослее на самом деле нет он маленький стенчик потом 2 от стенки сидит 2 от стенки сидит тоже клюв абсолютно желтый кстати они прекрасно летают поэтому по поводу полетов тоже поговорим сегодня вот 2 клювик черненький и вот 3 сейчас у стенки 3 у него тоже клювик черненький сейчас попробую поближе разлетелись в общем клювик это как бы показатель да ну смотрим дальше смотрим дальше в общем восковица 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 называется как бы нождре ну кто называет ноздрим правильно будет сказать восковица восковица у молодого попугайчика у мальчика она такая вот розового цвета видите как малиновый такой розовый цвет у девочек сейчас я вам покажу у девочек она это нежно голубовато и вокруг самой ноздри отверстия белое кольцо вот тоже малыш у меня себе улетел сейчас поймаю кого-нибудь я как смотрю тут в основном все мальчики вылетели вот мальчик сидит тоже видите малиновая ноздри восковица малиновые а вот здесь белый вылетел прям хорошо видно тоже клюв желтый а восковица ноздри розового цвета малиновая ну скорее всего розовые такие это молодой самец возрасте 30 35 этому этому скорее всего 35 уже сейчас друзья пытаюсь найти самочку чтобы вам показать по-моему вот эта самочка вот сейчас прилетел снова самец малиновая восковица и слегка небольшое затемнение кружика есть в общем ориентируйтесь по расцветке не у всех но есть но вы на вид будете понимать где маленький свет вот видите он какой малыш то есть и еще так по ходу дела если попадется самочка я вам продемонстрирую хочу еще рассказать о характере попугая значит а характере характер бывает разный некоторые сразу идут на контакт некоторые идут но надо прилагать усилия а как определить характер но вы просто будете покупать там зоомагазине ли у заводчика можете поймать одного попугайчика в руки и посмотреть как он сильно кусается или не сильно некоторые если сильно кусаются что такого можно не брать постарайтесь выбрать чтобы не очень сильно кусался в идеале будет чтобы вообще не кусался сейчас продемонстрирую что бывают разные кусучие ну вот смотрите я поймал кстати тоже самец вот таким образом берите в руку берите как бы аккуратненько нежно сильно не сдавливайте просто придерживайте вот так вокруг ну вот видите он немножко пытается вырваться но грызть меня вот видите немножко покусал вот начинает грызть чем это я вам скажу средний такой то есть он отпускает палец ведь и живет отпустим вот это называется допустим кусочий сейчас попробуем другого поймать друзья вот перед нами белый тоже кусочек сейчас он пусть успокоится просто если вы ловите птицу сразу имейте ввиду что любая птица она будет напугана а так вот подержали в ручках погладили немножко и принципе он успокоится вот тоже кстати мальчик и тоже норовит укусить уже получится второй кусочек я хочу попробовать найти вам чтобы знаете было идеально идеально подходят они с первых дней не грызут сейчас найду покажу друзья смотрим вот я поймал снова снова мальчик восковица розовая смотрите я его держу так же как и тех он вырывается но но он меня не грызет обратите внимание вот можно погладить его так попробовать поговорить с ним вот он открывает клюв берите открывает клюв но грызть он не грызет вот это я вам и хотел продемонстрировать то что все волнистые попугаи даже те которые только что вылетели из гнезда у каждой птицы есть характер и вот если вы хотите себе подобрать хорошего такого ручного попугайчика вот что-то пытается там но это уже как бы не серьезно если вы хотите подобрать себе ручного хорошего попугайчика можете попробовать таким образом ну вот видите как все кусались и как этот кусается сейчас я вам все-таки покажу как выглядит мало молодые самочки где-то есть это у меня самок в этом году очень мало вылетает так разбежались и вот самец там самец и так а вот сегодня сегодня утром сейчас у нас уже обед сегодня утром вылетела два птенчика они тоже ну немножко меньше чем те которые были допустим за пять дней у них дорастают крылья и хвосты вот так выглядит ровно 30 30 дневный птенец ну буквально первый день там второй день по полу будет бегать а потом взлетает улетел сейчас подождите вот видите в уголочек сбились двое кстати друзья вот это вот самочка видите какая восковица низ восковица немножко голубоватый немножко розовый а вот вокруг отверстий которые попугай дышит вокруг ноздрей именно идут белые кольца вот если белые кольца есть на восковице с белыми кольцами в основном самки идут очень редко самцы бывают с белыми кольцами да в принципе даже не бывают но опять-таки надо смотреть на расцветку но большинстве случаев с белыми кольцами это девочки то есть видите восковица я не знаю камера передает не передает этот оттенок восковица слегка голубовато слегка розоватая но вокруг ноздрей белые кольца вот сейчас прям хорошо видно белые кольца вот перед вами птенец 30 дней пусть он вообще не смышленый он не знаю что надо кусаться он умеет зевать вот пожалуйста по таким признакам выбирайте себе попугайчика чтобы он был не кусочий изначально если есть возможность у разводчика можете попробовать у разводчика или в зоомагазине найдете таких вот маленьких можете протестировать кусается не кусается но даже если все кусучие берите себе любого потом просто побольше внимания побольше заботы любви и будет ваш кусучий тоже хорошим попугаем примерно через не это самое примерно через месяца четыре месяца три у кого-то бывает месяца два попугай начинает пародировать человеческую речь и начинает говорить то есть тут все зависит уже а вот он и улетел вот он на качели сел видите как вам 30 дней уже умеем летать значит по природе по природе по попугай когда вылетают на 30 на 30 день когда покидают гнездо у них должны быть абсолютно длинные перья если вы где-то найдете попугая с короткими перьями там или он какой-то будет маленький не стандартный без перья вам скажут что это молодой не верьте пожалуйста не верьте это просто какой-то недоделанный недоделанный попугай назовем так хороший попугай в 30 дней имеет крылья и умеет летать хвостик да хвостик может быть попозже дорастет а крылья должны обязательно просто без крылья в дикой природе они погибают их съедают эти вараны там есть такие вот пожалуйста еще молодой 30-дневный пенчик и тоже кстати самочка обратите внимание восковицы шевелится так сильно восковицы у него у нее восковицы вокруг ноздрей белые кольца почему-то как-то вот хорошо видно белые кольца самочка и тоже кстати не кусается возможно те которые грызли меня я их напугал пока ловил это тоже учитывайте если вы напугали то он может покусаться первое время это как бы не больно абсолютно зато вы получите себе молодого птенчика сейчас мы их посадим сюда попугаи умеют держаться на жердочке буквально с 30 дня хотя у меня в домиках нету этих палочек это к тому что там говорят якобы палочки обязательно нужны попугай учится держаться на палочке ну ничего подобного можно и без этих палочек он вылетают они идеально держатся вот он на качели сидит ему 30 35 день он держится без проблем вот эти малявки их посадил держится вон кстати 30 дневный сегодня утром вот у меня сегодня утром вылетел вот этот белый эти вылетели дня три назад дней 5 назад а вот беленький сегодня утром вылетел и вон тот синий вот он карабкается вверх вот пожалуйста вот это называется классическая порода голубые синий это будет фиолетовый я думаю да это будет фиолетовый значит еще хочу сказать что все птенчики которые только вылетели с гнезда по яркости они немножко отличаются от родителей они немножко как бы матовый ледынчатый такой оттенок но при первой же линьке которая будет в четыре месяца попугай уже немножко станет ярче а полностью яркий и красивый окрас он наберет в год будет годовая линька когда попугаю исполнится 12 месяцев он снова перелиняет и будет выглядеть очень красиво в общем такая вот у меня история до сегодня вот у меня видите как птенцы которые падают гнезда на полу у меня присыпка мягкая потому что пол бетонный чтобы они не мерзли не морозили себе лапки здесь остается шелуха корма шелуха так затем кто не может летать первое время они могут по палочке карабкаться вот по палочке карабкаться сюда ну и здесь уже себя чувствую хорошо ну принципе эти карабкаться не понадобилось потому что все у меня в этом году хорошо летают и очень внимательно слушают когда я снимаю видео они все запоминают так в общем как вы выбрали себе попугайчика когда вы выбрали себе попугайчика принесли его домой посадили в клеточку но когда вы унесли домой у вас вы зашли в зоомагазин и купили корм или уже изначально заранее дома приготовили корм корм берем значит обыкновенную зерносмесь я не рекомендую гоняться за какими-то дорогими там брендовыми кормами которые не столько качественные насколько это разрекламированные корма берем недорогой корм чтобы там в составе было элементарно проса овес семечки этого будет достаточно если там будет еще канареечное семя это вообще будет прекрасно льняное семя это будет тоже хорошо все остальное в принципе там не бывает если там будет какие-то сушеные гранулы сушеные фрукты это не надо постарайтесь такой корм не брать берите корм простой там проса овес и семечки я думаю это легко запомнить самое основное проса овес семечки все принесите домой своего питомца новенького сажаете его в клеточку насыпаете зерна в кормушку и обязательно возьмите вот такую вот крышечку баночку или что-то вот вроде этого допустим как я выбрал и всем своим рекомендую клиентам кто приобретает попугая брать крышку с по трех литрового баллона такую вот пластиковую крышку очень удобно попугай с нее не скользит допустим некоторые брали в блюдце блюдца насыпали зерно но в блюдце неудобно он на блюдце залазит сползает туда в корм в общем берем пластиковую крышку от трех литрового баллона или какую мы другую приспособу но чтоб бортик был вот такой вот видите как удобно и ставим это на пол потому что если вы брали попугая у заводчика то там наверняка кормушки были на полу и везде на полу и попугаю на полу первое время очень удобно брать то есть он любом случае это увидит а есть некоторые клетки там кормушечки они спрятаны попугай может не видеть первое время а ему такая голодная диета ни к чему при переездах по поводу как перевозить ничего сложного можете взять коробочку с под чая коробочку с под обуви и в этой коробочке перевести ну сделайте там предварительно небольшие отверстия чтобы ваш палец помещался 5-6 таких отверстий сделайте будет достаточно все в коробочку посадили домой привезли если холодно можно под курткой вести или в машине ну принципе уже да если холодно можно под курткой или 3 до тряпка если платком замотаете может он там задохнуться под куртку просто раз небольшую коробочку и домой под мышку там тепло в принципе вот так вот значит смотрите вон видите крыльями машет под крыльями под крыльями когда они маленькие там и у них не особо зарастает бумс упал уметь упал упал на мягкой теплый пол так под крыльями особо не зарастает но где-то ко второму к третьему месяцу и под крыльями зарастет будет будет все хорошо за это не переживайте попута коробочки домой привезли отверстия коробочки сделали посадили корма на пол насыпали основное питание это вот это вот будет корм зоомагазина коробка чтобы взяли зерно просто овес семечки затем можете давать прям с первых дней немножко морковки как монета отрезаете железно и между прутиками или также на пол кладете так чтобы не попадал навоз на эту морковку все будет морковка можно отломать молодые веточки вишни черешни березы липы и ушки это тоже можно предлагать прям каждый день молодые ветки с набухшими почками когда уже начнется лист открываться будет среди на летом можно сухие листья обрывать оставлять просто веточки попугаи очень любят если у вас клетки есть качель а тоже можно оставить качели эти попугаи любят кататься не так они они сейчас не знают что они катаются на качели они просто прыгнули там их болтает и он видеть он туда-обратно залазит ему там интересней вот эти ему там интересней когда шатается как бы более по природе уже на веточке шатается он себя там чувствует более лучше вот значит такой рассказ как приобрести как содержать и вообще что делать с волнишим попугаем по поводу форма я думаю все понятно зерно морковка веточки воду желательно от стойную если есть кулер можно с кулера и не забывайте про минеральные добавки минеральные добавки это ракушка или панцирь панцирь каракатицы продается в зоомагазинах панцирь каракатицы очень хорошо зарекомендовал себя для вот домашнего содержания то есть вы его повесили на прутик привязали попугайчик его грызет удобно по поводу песка это уже как бы хотите сыпьте хотите насыпьте самое главное чтобы было в панцирь минералы минералы это ракушка или панцирь каракатицы на этом наше видео подходит концу вот такие вот забавные волнистые попугаи передают вам всем огромный привет ждут вас хотят ждут заботливые любящие руки советуют вам подписаться на мой канал они бы сказались говорить умели они скоро научиться обязательно скажут что надо подписаться порекомендовать другу знакомому друзья до скорой встречи всего всем доброго до свидания привет Подпишись на мой канал Все, друзья, пока